Всем добрый день, мои хорошие! Всем привет! Мы рады приветствовать вас! Сегодня у нас опять рубрика То, что мы обещали, морская история Хотя не пойму почему Вы просили, вы хотели еще, еще Некоторым моим зрителям понравилось Но все равно просмотры очень маленькие Удержание аудитории очень маленькое Но так как мы обещали То мы обязательно свое обещание выполним Ну и посмотрим, что у нас из этого получится Но перед тем, как мы начнем наш новый рассказ Обязательно, пожалуйста, поддержите Кто не подписался, обязательно подпишитесь И поставьте лайк Мы очень сильно для вас стараемся И хотим как можно больше вас радовать Своей жизнью, своими историями И всем, что у нас есть Сегодня мы поговорим о парне О морской жизни, как говорится О том, что бывает на флоте Какие моменты бывают на флоте И многие думают, что море Это романтика Это... Ты везде ездишь за границей Ты можешь гулять, кайфовать Где море, луна Шум моря В общем, романтика нет Поверьте, море это далеко не романтика Ну и сейчас так это вообще не романтика Потому что сокращают людей У тебя даже нет времени на нормальный отдых Не то, что надо погулять Вот, да Это очень тяжело И дело в том, что в Англии Сейчас даже признали то, что Если человек больше шести месяцев Ну, шесть месяцев находится в море Значит, он уже не имеет права Занимать какие-то руководящие должности Какие-то посты Потому что его считают уже как... Ну, а, уже кучу надстал У меня немножечко пришлось Уже ни судьей, ни адвокатом Ты, по-моему, даже не можешь быть свидетелем Ну, как-то там вообще, короче, приравняли Ну, в принципе, так и есть Сейчас еще тяжелее становится Тем более от района работы То есть раньше было непросто Ну, сейчас вроде суда новая Но из-за этого сокращают людей То есть вообще на отдых времени просто нет Ты как роботы включаешься И пошел, 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 пошел И поэтому ты уже... Если тебе пока все не выжмут Когда ты уже просто начинаешь Тебя отправляют домой Так что вот так вот История бывают, конечно, разные Бывают жуткие, стрёмные, веселые И тому подобное Так что вот... Не, ну, романтики однозначно нет Может, она и у кого-то бывает, но... Ну, в двух словах Это замкнутое пространство Ограниченное количество людей Ты хочешь, не хочешь Ты обязан с ними общаться Ты их не выбираешь То есть они тебе не друзья, не товарищи Там просто как бывает Да, ты есть какие-то классные друзья У меня много друзей Там можно познакомиться Ну, и много таких сторон Ты даже не хотел бы в жизни Больше никогда и встречаться И такие есть И ты не выбираешь, с кем общаться Ну, да, люди раз с разными тараканами в голове Вы знаете, да? Ну, и ты в закрытом пространстве Просто ты обязан с ними и жить И общаться И бывают разные сроки Не все работают месяц Есть люди по полгода и по году работают И там потом, конечно, случается все что угодно Ну, и люди тоже бывают разные А сейчас вообще там приходит непонятно кто То есть у меня вот был товарищ Да, вот, кстати, историю про него можем рассказать Ну, вот Просто пришли Вот я как Пришел на работу, да, грубо говоря Все, мы там в Херсоне погрузились Должны ехать То есть по реке идем На выход Все И я знаю, мне по времени Вот мы отошли И как раз время моей вахты Все, я пришел Стоит человек на руле Капитанка Там помощник, да Там я там Еще только начинающий, как говорят Матрос, да Ну, и все Я должен быстренько подойти Узнать там, как дела Потому что идем по речке То есть курс Там все вот это И узнать, что есть Ну, и принять дела И идти Ну, и все Капитан говорит Давай, стой там 5-10 минут Я зашел в темно Ты должен привыкнуть Вначале Глаза должны привыкнуть К темноте Ну, и все По речке шутешь У тебя с двух сторон Буи И ты как по дороге Себе идешь Там, ну, карта есть, да Все, радары работают И ты себе едешь Ну, все Я стою Привыкаю к свету Раз, смотрю То есть у тебя же есть На с собой огонь И ты видишь примерно, да Как судно идет То есть ты всегда Стараешься держать Чтобы оно между буйков Да, варваря Чтобы было понятнее Если люди, может, не все Катались на лодках И ты посредине Просто стараешься держать И идешь Ну, и в этот раз Смотрю нос только Фух И в камыше куда-то поехал Я поворачиваю голову Этот товарищ сидит Голову опустил И с рулем А руль не такой Как вы понимаете Не на машине А такой, как джойстик Я ему там шлеп Чтобы он в себя пришел Он говорит Что здесь Я говорю Ты что Ну, все Я дела принял Иди быстренько гуляй Я уже по рулю Все Встал на руль Мы выехали Думаю Так, ну, надо спуститься Узнать Что это было Человека не знает Потому что мы первый Первый день Вот так вот сели Все там Быстенько погрузились И у нас вот отход Первый порт заграничный Я как раз В Израиль дошел Ну, все Я к нему захожу Что это было Там туда-сюда Смотрю Он какой-то неадекватный То есть Ну, видно по нему Что он какой-то нездоровый То есть Начал с ним разбираться Там туда-сюда Оказалось просто Чел Нарик Глухой наркоман Такой тяжелый Инъекционный То есть Первый вопрос Как ты сюда попал Вообще Откуда ты тут взялся В медкомиссии Как тебя вообще устроили Ну Короче Вы же знаете Как у нас в Украине делается Если у тебя есть Магнатая рука Да Сунули Все Оказывается Папа его отправил В рейс Ну, отчим Да Ну, отчим Да Не могли никак Друзья сбивали Вечно это Они его лечили Что-то Да, решил Вот так вот Чтоб он спрыгнул Он решил его пристроить Чтоб его вывезли подальше Туда Где он не может достать Ну, короче На второй день Меня это утомило Я зашел к нему в каюту Собрал всю эту Вот требуху наркоманскую И выкинул все В иллюминатор Он там прыгал Плакал Лез драться И Короче Я его Успокойся То есть Все пройдет Он дарет что-то Я не мог понять Что там произошло Я думал Что я сделал хорошо Но я до сих пор В этом уверен Но оказалось Что он уже Такой тяжелый Нарик Там С последствиями То есть Начали сломки Он там быстро Короче Его неделю Там Раскидало По всей каюте Там на куски Он там Мы думали Ну и не вычухается Вычухался Все нормально Мы его в спортзал Подобрали Говорим Костян Не переживай Сейчас мы Себя сделаем У человека Все будет хорошо Забудешь Свою Позорную Историю Все будет Класс Все Человек Он неплохой Хороший Такой Вроде Все нормально Но когда Не занимался Этой фигней Ну все Выточили Его быстренько В спорном Туда-сюда Костян Округлился Уже Лицо Такое Уже Там Пару Подтягиваний Туда-сюда И мы Идем Уже С Израиля Идем В Венецию Ну все Рады Сейчас быстренько Погуляем по Венеции Туда-сюда Взяли по пару рублей На пивасик И пошли Все Остали мы не в городе Нас чуть подальше Постали Потому что в центре Стоят только в основном Круизные лагеры Для туристов А у нас туда Там в Камыше Вот стоят Ну и все Там надо пройти По трассе Вдоль Этих загородных Супермаркетов И сразу же Потом город Там уже Венеция Там нет ни машин Ни велосипедов Там только пешком Потому что мостики 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 Ну и идем И этот раз Такое вроде Шоу нормально Шутят Начинаю там Да не-не Все нормально Я сейчас подойду А я смотрю Там стоят Какая-то толпа Каких-то Ну и сдалека Даже Я не знаю По запаху Их определяет Ну при том Что ты скажешь Что он Ни одного слова Ни английского Никакого Ни английского Ни итальянского А по-русски Только вот там Как батя его научил Ну родной Не вот этот Очень А родной Там по-наркомански Там даже мы его Не понимаем Потому что Он разговаривает В языке Там вообще Кошмар какой-то Ну и мы его Начали отговаривать Там Костян Зачем Уже что и Брошло Все вылечился То есть все Класс Уже там Зальчик пошел С нами Ну не надо Оно тебе Я просто узнать Просто спросить Ну вот это Короче Хочешь Иди мы И пошли Мы тебя ждать Не будем Все Мы ушли Вернулись назад Встретились С ним уже На судне Мы уже Сразу поняли Что Костян Даже без языка Смог договориться И все Сделать Что он хотел То есть Был с ним Серьезный разговор Мы ему Объяснили Что это было Самая глупая В его жизни Еще одна История То есть У него был шанс Со всем этим Завязать Но он там Короче Стал на колени Начал плакать Молиться Божиться Это была ошибка Последний раз Ну Костян Смотри Дело твое Но этого При нас точно Не будет Ты выбираешь Или ты общаешься С нами Или ты Короче Там Уже туда Туда И У тебя прямая дорога Уже В другую сторону Ну вот Чел оказался Неплохой Мы решили Поддержать его Он Одумался Все нормально Пришли Мы уже Домой К нам приехали Встречать Ну мы еще С Танюшей Только встречались Всем Жены Пробежали Потому что Все взрослые Один я был Пацан И Ну вот еще Там электромеханик Чуть постарше На 3-4 года А так Мы все были еще Неженатые Ну вот Костян там Пришел С нами Быстренько Там погуляли Мы взяли С его с собой Пошли где-то Посидеть в кафе В ресторане Костю Кто-то Познакомил С девушкой Ну и все И Костя Одумался Оказался Он парень Очень даже Хороший Потом встречались С ними Много раз У них уже Двое детей Костян Красавец Если ты смотришь Тебе респект Я уверен Ну кстати Его еще было Жалко Человек Он был и добрый И хороший В принципе Вот Алена Жена его Поддержала Чтобы он опять Не скатился В эту пропасть То есть Мы ему давали Поддержку Ну и когда уже Родились дети Соответственно Он уже А помнишь Какое было у тебя День рождения Когда он Притащил Да Костя полез Мы стояли Там Такой причал Стран Ну такой Стран Не такой Необычный И там Была Ферма С мидиями То есть Вот так Не доставили Так вот Человек Он проснулся Ночью Я не знаю Я смотрю Ну как Я на вахте Стоял с нулей Да С 12 ночи До утра Ну и обычно Все же там Десять вечера Кино Посмотрели Раньше Что кассетный Монитофон Там Кассету Ставили Собрались Один и тот же Фильм Там Бриллиантова рука Жен 150 раз Посмотрели А только Это суета Никто не спит Но я думаю Мне на вахту Я пойду Короче Баеньки Ну и Костя Они там Что-то собрались Костя Отдел На себя Специальный Ремень Придумал Прыну Достал Такой вот Мешок Огромный Мидий И они быстренько Их там Почистили Все Я в 12 часов Просыпаюсь Пацаны Мне там Приготовили подарок Костя Мешок Мидий Вино Вино Я купил Вино Я купил Когда ходили Гулять Там Все То есть Мидий Ну и Костян Оказался Да То есть Вот Человек Но вот Кстати Еще Из-за чего Так получилось У человека Судьба Человек Хороший Все нормально Родной Отец Родной Отец Подсадил Его на эту Штуку Батя В него Сидел В тюрьме Освободился Косте Было 14 Батя Сидел По Статье Наркомания То есть Он вышел И Говорит Костя О Так Ты уже Пацан Взрослый Тебе 14 Лет Ты уже Должен Попробовать Нормальные Штуки Какое Пиво Не надо Тебе Пиво Батька Тебе Покажет Что Надо В этой Жизни Ну и Короче Подсадил Его на Эту Штуку Но Самое Главное В этом Что Костян Молодец Задумался Бросил Он Стал Потом Механиком Я уверен Что Он Просто Его Несколько Лет Разошли Редко Переписываемся Но Он Уже Туда Ставал На Старшего Механика Он Пошел Потом В Машинное Отделение Там Больше Понравилось Такой Башковитый Парнишка И руки У него Стояли То есть Я думаю Старший Механик Ну а Судьба Могла У него Служиться Совсем По Другому То есть С одной стороны Батя Может И молодец Что Его Но Нельзя Так Делать То есть Он Должен Был Его Как Вылечить Вначале А потом Уже Это Опасно Это Хорошо Что Вот так Все Сложилось Что Он Был Допустим Со Шторманом Азип В этот Период Вот Он Тоже Батя Значит Отправил Чтобы Своего Сыночка А На Пароходе На корабле Еще 18 Человек Экипаж Ну Я же Говорю То есть Он Неправильный Ну Понятно Он Не Капитан Но Он Тоже Отвечает Он Должен Стоять На Руле Он Мог Заехать В Камыши То есть Тоже Закончилось Плохим То есть Разные Судно Которое Недавно Котануло У нас Так То У нас Проблемы Были То Судно Не могло Брать Балласт То Еще Какая-то Вечно Какая-то То Руль Не держал Нет Такого Автопилота То есть Надо было Все время Стоять На руле Вечно Какие-то Проблемы Кстати Об этом Экипаже У нас Была Команда Четыре Человека Наша Группа Мы Были Втроем Потом Костюк Себе Подобрали Остальные Уже Были Такие Ну Для Меня Они Казались Старперы Сорокалетние И старше То есть Капитану Шестьдесят И там Все Ну Такие Короче Промежуток Шестьдесят Пять Сорок Пять Ну Такое Ну И нам По восемнадцать По девятнадцать Лет Они Все Алкаши Ну То есть Вообще Страшные Чтобы Вы понимали То есть Мы Ходили В зал Капитан Собрал Собрание Сказал Я запрещаю Всем Дружить С ними Они Ходят Чтоб В зал Чтоб Меня Побить Я Говорю Послушай Тебе Шестьдесят Пять Лет Чтоб Тебя Побить Даже В зал Ходить Не Надо О чем Ты Мы Ходим В зал Потому Что Мы Молодые Ребята Мы Не Можем Сидеть Все В каюте Нам Чем Заниматься Нам Крышу Побяну Уже Рвет Мы Поэтому Ходим Сгонять Туда Дурь Все У нас Там Груша Гантели Штан И Все Самодельно А раньше Сами Делали С металлолом Доставали Кусок Трубы Приваривали Штуки Просили Сварщиков Чтобы Они Нам Сделали Похожую На Гантели Похожую На Шнуля Он Такую Штуку Придумал И Чтобы Понимали Эти Алкаши Они Да Мы Не будем С вами Дружить Капитан Сказал Что Вы Будете Нас Бить То Есть Вот Чтобы Понимали А потом И там Они Такие Как Бомжи Ходят Пьяные Что-то Собирают А потом Домой Приезжают Все Такие Начинают Рассказывать Какие Они Все Деловые Люди Разные Очень Много Хороших Людей Но Бывает Попадается Один Два Кадр Вот Костяна Уже Забыли Даже Взять Вот Капитана Зашитого То Есть Вот Он Как раз Растормозился Ему Кто-то Подлил А все Ну Я В этом Коллективе Был С этим Ребятом Первый Раз Они Уже Там Все Давненько Вместе Работают И Они Знали Вот Если Он Будет Резвый Он Будет И Всех Голову Заставлять Работать Но Если Он Только Уйдет Запой Можно И Всем Бухать Чтоб Он Слетел И Потом Они Себе Там Все Кайфовали То Нам Такая Работа Не Подходила Однозначно Поэтому Я Сразу Для Себя Решил Или Я Ухожу С этой Работы Или Я Буду Искать Что-то Другое Таня Объяснил Я Не Хочу Закончить Свою Жизнь Так Сбухаться Или Сойти С ума С этими Людьми Надо Что-то Решать Для Только Практики И Английского Языка То есть Я Занялся Чуть-чуть Быстренько Подучил Английский Чтоб Сдать Экзамены Ну И Немножко Еще Конечно Подбил Практики Уже Сжал Зубы Просто Мне надо Было Хотя бы Год Набить Ну И Все Пошел Дальше Там Уже Конечно Все По-другому Уже Такого Беспредела Нет Слава Богу Алкоголь Запрещен Сейчас Полностью То есть Если Раньше Там Давали Вино Сухое Там Были Бады Были Вернее Как Бондсторы Да Это Ну Бондовые Товары То есть Там Всегда Было Пиво Вино Вискаре И Ты Мог Прийти Замолить Как Магазинчик Купить Сейчас Стояли Кеги С пивом Но Это В основном Где Немцы Работают Там Пиво Вообще Не считалось Алкогольным Напитком Там Кега Можно Без Конца Без Кра А Немцы Как Они Пришли Там Свах Он Себе Кружечку Налил Там Две Они Кино Посмотрели И Разбежали С паточки На Что Ну Куда Спать Ведро Пива И Вот Пока Дни Допили Потом Устроили Драку Потом Немцы Говорят Да Нет Приехал Сюда Владимир Говорят Нет Ребята Если Вы Не Имейте Пить Значит Пить Никто Не Будет И Все Просто Это Все Закрыли Немцы Сидно Конечно Удивились Говорят У нас Такого Никогда Не Был Страшные Вечи Почему Такие Дурные До Алкоголя Неужели Нельзя Было Просто Прийти Бокал Два И Отдыхать Никто Не Запрещал Зачем Было Напиваться До Такого Состояния Что Не Соображаешь То Поэтому Замкнутое Пространство И Долгое Нахождение Ну Сейчас Дело В том Что Сейчас Даже Вот Особенно Так Как Это Макс Начинал Свою Деятельность С торгового Флота Сейчас Он Конечно В Офшорном Флоте То Сейчас Очень Строго Очень Сильный Отбор В плане Того Что Постоянные Тесты Экзамены То Повышение Квалификации То Очень Очень Сложно А Когда Вот В торговом Флоте Начинал Да В украинском Еще Пароходстве То Было Даже Такое Что Мы Пошли С ним В рейс Он Пошел На Вахту Я Была В каюте И Потом Помнишь Этот Момент Когда Ты Приходишь И Говоришь Идем Рулить Блядь То Пришел Такой Матрос Не Такой Матрос Было Три Матроса Ну По документам Эйбл Симон То Эйбл Это Опытный Матрос Опытный Эйбл Симон То есть Опытный Моряк То есть Он должен Сдать Экзамены То Что он должен Уметь А он должен Уметь Многое Да Но Первое Что нужно Уметь Это Стоять На руле Приходят Три Человека С дипломами А Би И Я говорю Я не буду Тебя учить Я позвал Таню Ты нюхай Слушай Я не могу Просто Можешь Помочь Что надо Идем Я научу Быстренько Рулить И с тобой Поедем На Днепропетровск По речке Ну это Хорошо Все Я научил Танюху рулить И мы С ней вдвоем Все рулил На проходе Только она И Ну и Понятно Что с торпом Второй помощник Рулил Но они Сами Рулили Матросы Ответственные Рулили То есть У каждого Помощника По матросу Я говорю Мне не надо У меня Свой Я со своим Приехал А этих Рулили Так что Разное есть Сейчас нет Сейчас такого нет Флот другой Но Чем отличается Многие не понимают Офшорный Флот Торговый Торговый Флот Это Грубо говоря Как Ну Грузовик Транспортник Ты в порт Зашел Смотря какой Груз Там Контейнера Балки Робалки Там Ну Засыпучие Там Открыли Трьма Засыпали Там Наставили Груз И Ты поехал В точку Б Везешь Весь Свой товар Наш Флот Отличается Мы В порту Тоже Все Грузимся Но Мы Идем В море И мы Там Работаем То есть Мы Подходим К вышкам У нас Самая работа У нас Идет В море А у них В основном Это в порту Погрузка Выросла А потом В море Они просто Кайфуют Они себя Едут Занимаются Своими делами Бумажки Тревоги Ну Такое Рутиной У нас Нет Времени На это У нас В море Еще больше Работа Чем В порту Поэтому Отбор Тяжелый Работа Тяжелая Выхода В город Соответственно У тебя Нет Но я Очень редко Могу себе Позволить Выйти И то Это Мне должно Что-то Подменить Потом Я должен Буду Подменить Его Это Сбивается График Я не могу Туда Вообще Отдохнуть У меня И так Шесть Через Шесть Если Я еще Собьюсь Я буду Стоять Свои Шесть Часов Вахты Потом Его Шесть Часов Вахты За то Что Он Меня Подменил Потом Опять Свои То есть И все Я потом Просто Упаду И лучше Пойти Поспать Чем Куда Тойти Гулять Так что Разная Работа Разные Люди Разный Флот Любая Работа Тяжелая Есть Свои Плюсы И Минусы На Все Регионы Зависит Еще Я Везде Работал Кроме Арабов В Саудовской Аравии Бразилия Специфическая Африка Тем более Они все Европа Другая Но тут Больше Требований И правил Там Другой Беспредел Везде Хватает Лучше Конечно Когда Хороший Коллектив Тогда Проще Чуть Работать Когда Все Адекватные Нормальные Не Бухают Занимаются Своими Делами Каждый Делает Свою Работу И Вместе Отдыхаем Рыбу Мы Ловим Часто И Шашлыки Жарим Но Это Должен Быть Хороший Экипаж Как Повезет Тут В жизни Как И В жизни Как И Всем Ты Все Работаешь На Работах Ты Приходишь В какой-то Коллектив На Работу Есть Нормальные Коллективы Есть Ненормальные Это Везде Так Поэтому Всем Должно Повести Я желаю Всем Удачи Ставьте Лайки Пожалуйста Подписывайтесь На нас Чтоб Везло Вам Всегда В жизни Да Чтоб Вам попадались В основном Хорошие люди Нельзя сказать Что будут Все Хорошие Такого Не бывает Поверь Я Сколько Сталкивался Даже Если Будет Экипаж Два Человека Один Будет Говнюк Будет 100 Человек Все Будет Один Пусть Он Будет У вас По Минимуму Все Добро Победит Зло Больше Хороших Всегда Лучше Плохого Научить Хорошим Стать Всем Плохими Вот Такая Сегодня У нас Небольшая С вами Получилась Болталочка Так Как Я Обещала Хоть То Видео Мало Очень Набрала Просмотров Но Я Вот Такой Человек Если Пообещала Значит Должна Выполнить Так Что Если Следующее Если Это Видео Наберет Хотя Бо Тысячу Просмотров То Обязательно Мы Снимем Для вас Еще Что Интересное Есть Бразилия Еще Африка Еще Много Чего Интересного Все Ребятушки Спасибо Что Вы Были С С С С à С С С С С С